Слава Богу, братья и сестры! Очень приятно быть в чудесном городе Шеритон. Я думаю, что многие могут сказать, и я в том числе, что мне очень нравится быть у вас. Прекрасный город, прекрасные братья, сестры. И каждый раз, когда мы сюда приезжаем, когда Бог дает нам такую возможность, я благодарю Бога за то, что Бог на всех месте благословляет. Слава Ему за это! Вот, подлинно Господь любит каждого, кто ищет Его, братья и сестры. И Бог желает иметь общение с нами. И сегодня я верю, что Бог дал нам этот вечер, потому что Он тоже хочет иметь с нами беседу. Слава Богу! Он хочет иметь с нами общение, друзья мои. И для этого нам нужно сделать совсем немножко, открыть наше сердце, открыть наш разум. Вот, и пригласить Его, чтобы Он пришел, вошел и начал говорить для каждого из нас. Вот, Бог дал нам такую возможность сегодня. Вот, приехал брат Игорь Азанов. И, знаете, сердце наше расположилось побыть вместе у вас, побыть вместе с вами. Вот, побыть в общении с Господом, чтобы мы могли вместе послушать, что скажет для нас Господь. Вот, и я, наверное, начну даже больше с объявлений. Завтра подобное служение будет в Индианоле, если Бог позволит. Мы доживем, будем живы и здоровы. В семь часов, брат Иван, да? В семь часов. Пожалуйста, у кого есть время, желание, расположение, братья и сестры, приходите, приезжайте. Мы будем вместе служить Богу, мы будем слушать Божье Слово, мы будем вместе молиться, будем вместе искать Божьего присутствия и благословения. Вы нуждаетесь в этом, братья и сестры? Слава Богу, пусть Бог поможет. И пусть Бог сам расположит наши сердца и даст нам желание и действие. В субботу в 6 часов вечера у нас в Айва-Сити будет такое же служение. Мы будем продолжать находиться в этом в общении с Богом и с друг другом на 6 часов в субботу в Айва-Сити и на 2 часа. Вот, мы хотели на час, как обычно, сделать, но получилось так, что церковь, где мы собираемся у их 30-летия, у их юбилей, и они корейцы, братья, они празднуют тоже у их праздник. Вот, и мы с этим считаемся, и в то же самое время благодарим Бога, и поэтому нам предоставили время на 2 часа, и мы радуемся этому, слава Богу. Вот, поэтому, друзья мои, у кого будет возможность и желание посетить Айва-Сити, мы будем очень рады вас всех принять. Да благословит Господь. И сегодня я хочу поделиться Божьим Словом, друзья мои. Это слово, которое я абсолютно недавно получил от Господа, вот, уже мы целый год, начиная с января, Бог дал тему, над которой у нас в Айва-Сити мы беседуем и рассуждаем, вот, начиная уже с января. Эта тема называется «Я есмь». И я нашел 14 моментов в Божьем Слове, где Христос сказал «Я есмь». И я думаю, что если вы будете исследовать Писание, вы найдете все эти моменты, начиная, когда Христос сказал, что «Я есть Альфа», и Он сказал «Есть начало», «Я есть первый», «Я есть истинная виноградная лоза», «Я есть испытающие сердца и внутренности», «Я есть свет», «Я есть пастырь добрый», «Я есть жизнь», «Я есть путь», «Я есть истина», и до того, что говорит «Я есть Омега», «Я есть последний» и «Я есть конец». Слава Богу! И все это сокрыто в нашем Господе, в Иисусе Христе. Слава Ему за это! И Бог повел нас таким путем, и сейчас мы пришли к тому моменту, вот, и я хочу предложить эти же самые мысли. Вы знаете, я, может быть, и говорил у вас когда-то, я вырос в большой семье, у нас 14 детей, и я последний, 14-й. И наша мама пекла хлеб в печи, в русской печи, все сестры, помните, знаете, правда? И мы очень любили, когда мама доставала этот хлеб прямо с печи, когда он был, помните, запах домашнего печеного хлеба? Братья и сестры, и я верю в то, что Божье Слово, которое дано Богом сегодня, оно самое вкусное, оно свежее, то, которое на самом деле нужно мне, и я хочу сказать еще больше, оно даёт жизнь, слава Богу. Тот, кто вкушает, тот, кто желает вот этого хлеба небесного, друзья мои, то Бог сегодня говорит, всякий жаждущий, иди и пей. И Бог предлагает это Слово нам, этот хлеб небесный, который даёт жизнь, Он предлагает его нам даром, слава Ему за это. Давайте будем открыты для Господа. Конечно, сегодняшняя мысль, знаете, мне легче было бы сегодня проповедовать на тему, где Христос сказал, я есмь пастырь добрый. Вот все любят эту проповедь почему-то. Я еще не дошел до этого момента, это будут, наверное, где-то через одну-две проповеди. Почему? Потому что нам приятно, когда братья говорят, братья и сестры, Христос наш пастырь, слава Богу. Но это так, не правда ли? Так, братья и сестры. Приятно было бы, когда мы говорили бы, я есмь истинно виноградная лоза. Смотрю, что Бог ведет нас примерно параллельно, да, понял, испробовать брата Василия, что в прошлом воскресенье он об этом говорил тоже. Друзья мои, я буду говорить на тему, которая может быть, она не очень приятная для слуха человека. Но она очень нужна для нашего духа. Есть вещи важные, а есть необходимые, жизненно важные. И именно сегодня я хочу поговорить, я буду читать Божье Слово, которое записано в Откровении Иоанна, 2 глава, с 18 по 29 стихи. Но обращу внимание только на одном выражении, это 23 стих, где Божье Слово говорит так, что Бог сказал, и да уразумеют все церкви, уразумеют все церкви, что я, есмь, испытывающий сердца и внутренности, и воздам каждому по делам, чьим, братья и сестры? Его. Очень серьезно. Очень серьезно. И я бы хотел, чтобы мы посмотрели, знаете, это в этой проповеди, в этой теме, только касательно того, что Бог испытывает сердца и внутренности, 4 ступени, 4 темы. И я сегодня коснусь только одного небольшого момента, то, что непосредственно касается нас. Потому что мы можем рассматривать эту тему в свете именно вот этого места священного писания, касающегося церкви в Феатире. И Бог, обращаясь к этой церкви, Он обращает их внимание на некоторые моменты, братья и сестры. Он говорит, ангелу в Феатирской церкви напиши. Так говорит. И Бог представляется, кто Он есть на самом деле. И Бог говорит, что так говорит Сын Божий. Слава Богу! Братья и сестры, вы знаете, мы привыкли, мы слушаем, кто сегодня будет в Шеритоне. Знаете, если кто-то очень известный, кого мы любим, ну почему-то собирается побольше аудитория. Братья и сестры, ну а если кто-то ваш местный брат, и может быть он абсолютно такой, ну, давайте скажем, не самый популярный проповедник. Ну как отреагируют на это? Ну скажут, да мы брата знаем уже давно, и слышали 30 его проповедей. Но там ничего особого. Я хочу обратить наше внимание, друзья мои, не имеет значения, через кого говорится Божье Слово, оно остается сильным Божьим Словом. Слава Ему за это! И у самого слабого проповедника, в его устах Божье Слово, имеет силу, которой наделил его Бог. Аллилуйя Богу! Вот это важно. Я хотел бы, чтобы мы это приняли для себя. И он обращается и говорит, друзья мои, вот здесь для нас, для тех, кто любит знать, знаете, одних проповедников, но других не сильно любит слушать. То сегодня к нам обращается кто? Так говорит Божий Сын. Аллилуйя Богу! Братья и сестры, у нас сегодня нет права не слышать. У нас сегодня нет права игнорировать то Слово, которое говорится к нам, потому что, говорит его, не брать Сергей. Вы можете брата Сергея не слышать, я вам разрешаю. Но я вам не разрешаю не слушать Сына Божьего. И я думаю, что Дух, живущий в вас, Дух Божий, Дух Святой, вам тоже этого не позволит. Он скажет, а ты, говорит, Божий Сын, Слово живого Бога. И так оно было обращено, говорит, так говорит Божий Сын, у которого, и дальше говорится, что было у него. И потом он обращается и говорит, я, говорит, знаю твои дела. Шесть моментов, на которые Бог обратил внимание. Знаю твои дела, братья и сестры. Я хочу сказать, что, может быть, кто-то думает, что если я что-то сделал и сделал это в тайной комнате у себя, не знает об этом мама, не знает об этом папа, не знает об этом служитель церкви, не знает, может быть, муж и жена, то я хочу сказать, что на этом месте есть тот, который знает даже самые тайные и сокровенные помыслы и действия наши, братья и сестры. И Божье Слово говорит, от Него ничего не сокрыто, но пред Ним все что? Обнажено, и Слово абсолютно созвучно этому Слову, говорит, и Ему дадим отчет. Поэтому Бог знает наши дела, говорит, я знаю любовь вашу. Он обращается к церкви. Братья и сестры, мы многие как-то защищаемся этим словом из Писания, когда спрашивают, ну не хватает любви в церкви. Вот, и братья и сестры, кто думает, поднимите руки, что любви маловато среди христиан сейчас на данный момент. Поднимите руки. Вы сильно верующие, братья и сестры. Я очень рад. И слава Богу, слава Богу за то, что вы не испытываете недостатка любви. Слава Богу за это. Я очень рад за вас, и вообще за живущий в Шеритоне, потому что я часто слышу, что все-таки это есть среди народа Божьего. Недостает любви. А Бог говорит, что я, говорит, вижу вашу любовь. Я ее вижу, и я думаю, не будет для вас секретом, когда я вам скажу из Писания то, что апостол Иоанн писал в первом послании, что любовь доказывается чем, братья и сестры? Словом или делом? Делом. Я хочу сказать немножко больше. Любовь вообще-то хорошо, когда слова подтверждаются делами. То есть хорошо, когда нам и говорят, что нас любят, и делают то, что говорят, что нас любят. Вы согласны со мной, братья и сестры? Ну, давайте скажем так, вот в семье муж и жена, и не имеет значения, жена мужу или жена, или муж жене говорит, любимый, я так тебя сильно люблю, что я готов умерять за тебя. Но то ли жена мужу, то ли муж жене никогда ни в чем не поможет, никогда ни в чем не посочувствует. Голова болит, а он или она говорит, ну и что, ты ленивый, ленивая, давай вставай, иди работай, убирай, или машину ремонтируй. Будем ли мы чувствовать, что нас любят? Нет. Но когда мы увидим заботу, когда мы увидим сочувствие, когда мы увидим сострадание, то тогда и муж жене, и жене, и жена мужу может даже не говорить, что они любят. Хотя я советую, говорите, братья и сестры, говорите свои чувства. Но когда эта забота показана, то тогда слова имеют меньше вес. Не правда ли? Наши дела говорят громче наше слово. Аминь. Пусть Бог поможет и благословит, а Бог говорит, а я вижу любовь. А потом говорит, я вижу служение. Братья и сестры, я говорю, мы пойдем отсюда. Многие люди говорят, мы идем на служение. И мне нравится это слово. Я люблю, когда его слышу. Потому что на самом деле это есть и служение в этом. Но подлинно служение христианина начинается, когда он закрывает двери церкви и когда он идет туда в свою обыкновенную среду. Христос молится за учеников своих и говорит, небесному Отцу, я молю тебя, чтобы ты не взял их от мира. Но что с ними сделал? Где? В мире? На улице, братья и сестры, на работе, на учебе. Где вы бываете, чтобы наше служение было показано? И Христос говорит, из того узнаешь, что они мои ученики или вы мои ученики, если вы будете постоянно ссориться между собой. Нет? Громче скажите, брат Сережа, ты неправильно сказал. Там не так написано. Я хотел бы, чтобы у нас было общение, братья и сестры. Христос сказал, узнают, потому что имеете любовь между собою. Слава Богу! Дорогие мои, давайте делом показывать. Давайте будем показывать то, что служением нашим на самом деле, как мы можем послужить друг другу. А мыть ноги, братья и сестры, это прекрасно. Это замечательно. Но я бы хотел, чтобы это было не одноразовое действие, но чтобы это было состояние, в котором мы живем. Вышли с собрания, и я говорю, брат, я за тебя молюсь, и не только говорю, но пришел домой, склонил колени, постился, молился, и благословлял моего брата и церковь на служение и на труд нашему Господу. Братья и сестры, это служение. И Бог говорит, а я это служение вижу. Я не буду говорить о негативной части. Он говорит, я вижу вашу веру. Он говорит, я вижу твое терпение. И то, братья и сестры, вот это меня влечет, вот это мне очень нравится. И говорит, и то, что последние твои дела, подскажите. Вы помните послание Ефесской церкви, что было сказано? Он говорит, Бог перечисляет, вот у тебя хорошо, и это, и это, и это, и это. Но говорит, имею против тебя нечто. И что произошло в этой прекрасной, замечательной церкви, братья и сестры? Что они оставили? То есть, ихний рост был наоборот. Вы со мной согласитесь? То есть, вместо духовного роста и укрепления в любви, Он говорит, ты оставил первую любовь. И поэтому, говорит, я отдаю тебе совет, хороший, прекрасный. Возвратись на то место. Покайся. Поднимись обратно на эту высоту. Возьми Божье Слово в свои руки. Иди, служи, люби, трудись, проповедуй, исполняй Мое Слово. И Бог говорит, будешь со мной на небесах. Слава Богу. А здесь, вот это вот место, Он говорит, братья и сестры, я бы хотел бы, чтобы у нас так было. Я бы хотел бы подражать этой церкви, что последние твои дела больше и лучше, как их. Что говорит об этой церкви, это место священного Писания? Они росли. Они духовно поднимались, и они любовь, служение, веру показывали на деле, братья и сестры. Даже Бог сказал, не служитель, не епископ, а это сказал Сам Божий Сын. Что Он сегодня обо мне скажет, братья и сестры, как Он на меня смотрит? Давайте, вы знаете, у нас, я как-то один так раз выразился, я слышал это выражение где-то у кого-то из братьев. Мы очень часто слушаем проповедь для других. Мы очень часто слушаем проповедь для брата, для сестры, для жены, для мужа, для моих детей. Думаем, вот если бы этот брат сегодня был на собрании и услышал эту проповедь, особенно вот это выражение, вот было бы хорошо. А Бог хочет, чтобы мы начали слушать для себя, братья и сестры, чтобы мы в нашу сердечную, духовную сокровищницу слаживали, складывали эти небесные богатства, которые дает нам Господь. Пусть Бог поможет. И Бог это все видит, Он говорит, последние дела больше первых. А потом говорит, я имею против тебя. Конечно, если бы это происходило в наши дни, в наших церквях, и это был бы человек, он бы, наверное, приговор его был бы или заключение было бы абсолютно другим. Но Христос, посмотрев на эту церковь, видя прекрасную жизнь, служение, хождение в любви, в вере, Он говорит, «Но имею», заметили слово, которое там было сказано? «Немного против тебя». И Бог открыл то, чем Он был недоволен в этой церкви. И что было неприятно Богу, что в этой церкви была женщина, которая, если вы внимательны, я не буду останавливаться, потому что я не хочу затянуть очень много времени, но была женщина, которая Божье Слово говорит так, называющая кого? Себя пророчицей. Друзья мои, очень важно, я всегда говорю и прошу и учу так, дорогие мои, что Библия говорит так, насажденные в доме Господнем, они цветут, слава Богу. Они плодовитые, они сочные. Почему? Потому что Бог посадил или поставил их на это место. И как важно знать свое место и всегда находиться на своем месте. Библия говорит, много мест говорит, что блажен муж, который, и вы помните, говорит, он будет как дерево, посаженное при потоках вод. И говорится, что будет, когда зной придет, когда будет недостаток воды. Но говорит, это дерево будет плодовито, это дерево будет зеленое, и плод будет приносить всегда в свое время по одной простой причине. По какой? Посажено, читайте внимательно, и там даже не у источника, Еремия говорит у источника, а Давид говорит у источников, многочисленное число, множественное число указывает, что там много этих источников, а Божье Слово говорит, что этот Божий поток полон воды, слава ему за это. Братья и сестры, пусть Бог благословит и поможет, чтобы мы были открыты к Божьему Слову, чтобы мы принимали Божье Слово, и если Бог говорит, и Он говорит, в этой церкви была женщина, которая учила, и богословы говорят, историки говорят, отцы церкви говорят, что вероятнее всего в этом городе был культ языческой богини, и в этот культ входил очень ужасный, развратный обряд, в котором участвовали и христиане, и она, эта женщина, называющая себя пророчицей, она говорила и учила, что это нормально, что это приемлемо. Братья и сестры, я хочу сегодня просто очень коротенько остановиться на этом, потому что мысль не теряйте, Бог говорит, я есть испытывающий сердца и внутренности, а потом говорит, мало того, я еще и воздаю точно так, как человек делает. Братья и сестры, если бы мы жили в Ветхом Завете, то это слово было бы настолько актуально, что, вы знаете, было бы страшно ходить по земле. Мы живем в Новом Завете, и многие люди говорят, ну, братья, у Бога много милости, да и аминь. Бог, Бог многомилостивый, Бог, Бог любящий миловать, Бог, Бог дающий мир и благодать, но он в то же самое время говорит, я есть, и Бог строго взыскивающий. Он говорит, я есть огонь поедающий, и поэтому я хотел бы, чтобы мы обратили внимание на это, то, что Бог говорит. И он обращается к этому человеку, и он говорит, ты неправильно учишь, и сегодня среди Божьего народа появляются голоса, которые тоже питаются с филистинских полей, которые идут к Амалику и там собирают, которые идут на разные поля, собирают, а потом приносят в церковь. А Бог говорит, это неправильно. Бог говорит, есть одно поле, где я хотел бы, чтобы мой народ питался. Есть одно поле, где я хотел бы, чтобы народ мой собирал зерна. Есть одно поле, где я хотел бы, чтобы народ мой собирал колосья и от него питался. Это живое Божье Слово. Слава Богу за это. Брат и сестра, давайте проверим себя. Потому что Он говорит, я есть испытывающие сердца. И Он знает, где мы питаемся. Он знает, у каких источников и у каких корней, у каких источников наши корни пущены, братья и сестры. А Бог хочет, Он говорит, чтобы мы были утвержденные и укорененные в чем? В любви, дорогие мои, чтобы наши корни были у источника живого Бога. На Его полях, на Его ниве, там, где Бог, чтобы там был Его народ. Чтобы мы не ходили лишь бы куда. И Бог говорит, неправильно, я не буду обратно долго останавливаться. Но Бог говорит, и Он когда говорит, вот я этот приговор вынес. И, братья и сестры, очень удивительная деталь. Бог говорит, я дал этой душе время, что сделать? Братья и сестры, Божье Слово говорит, нескоро совершается суд Божий. И нечестивый человек, смотря на это, он говорит, раз меня Бог не судит, значит, Он такой, как и я. И, в принципе, и даже и думает, и понимает так, как я. Но Бог говорит, если я еще ничего не сделал, это не значит, что я согласился с твоим действием и поступком. Это не значит, что я согласился с твоим мнением. Это Бог говорит, я дал тебе время покаяться, остановиться, проверить свой путь, которым я шел вчера и третьего дня. Проверить свои мысли, чувства, действия и сказать, Господи, если я не прав, прости меня, пожалуйста. Освети меня, очисти. И Божье Слово дает нам дерзновение, друзья. Оно нас радует. Оно говорит, если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, что делает? Братья и сестры, мы верим этому? Это говорит Бог, это говорит Божье Слово. И поэтому давайте мы не только исповедовать будем, но и жить по нашему исповеданию. Будем исповедовать Божье Слово и употреблять или практиковать его в нашей жизни. И Бог дальше говорит, что Он накажет ее, детей поражу смертью, если не покаются, и уразумеют все церкви. И вот эта мысль, о которой я хотел бы еще буквально несколько минут, и мы еще помолимся. Бог говорит, что я есмь, испытывающий сердца и внутренности. Братья и сестры, я бы хотел, чтобы, пойдя с этого места, мы ушли отсюда не пустыми. Я хотел бы, чтобы мысли, предложенные Богом, Божьим Словом, чтобы она не оставила нас, но мы понимали и знали, что каждое мое слово, каждое мое действие, каждая моя мысль, каждое мое чувство взвешено на весах Божьей праведности. Абсолютно каждое, братья и сестры. И Бог говорит, что я испытываю. Знаете, у нас у людей есть тенденция, часто брат на себя роль Бога. И часто вместо того, чтобы дать Богу это сделать в моей жизни, в жизни брата и сестры, мы на себя берем это право, и мы говорим, ты не прав, мы говорим, брат, ты... И знаете, мы начинаем показывать неправоту чью-то. Можно я задам вам такой простой вопрос? Вот в этих разговорах поднимите, пожалуйста, руку, кто хоть один раз в жизни или несколько раз доказал кому-то чью-то неправоту? Проверьте себя немножко. Если вы пробовали, то быстрее тот, кому вы доказывали, вам доказал. Вы знаете, очень трудно теперь кому-то что-то доказать, потому что многие из нас понимают, что мы все знаем, понимаем. И вот особенно я правильно понимаю, братья и сестры. Вот может, я не знаю, брат Вася, может, не совсем, но я точно правильно понимаю. Знаете, вот такие взгляды теперь у христиан. Бог хочет, чтобы это не так было, друзья мои. Бог знает помышление и намерение, и если мы вникаем, смотрите, что говорит Божье Слово. Божье Слово неоднократно говорит о том, что Бог есть испытывающий сердца. Книга пророка Еремии, 17 глава, 10 стих. Бог говорит, друзья мои, мы иногда слушаем человека, говорит, но когда говорит Господь, то я хочу сказать, чтобы мы были на особой страже. Так говорит Господь. И говорит Господь, я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по делам Его. Братья и сестры, вы согласны, что Бог испытывает сердца и внутренности? Вы согласны, что Он проверяет сердца и внутренности? А вы согласны с тем, что Бог является всевыдящим, и от Него ничего невозможно спрятать? Братья и сестры, это отправная точка. Если я не верю в то, что Бог все видит и Бог все знает, то для меня не имеет большого значения, что Он судит мои намерения и помышления сердечные. Но если я знаю и, возможно, еще не один раз испытал, то то, что сейчас за мной наблюдает Господь, имеет для меня великое значение. Потому что я знаю, что я нахожусь в Его присутствии. Потому что я знаю, что Его Дух Святой объемлет сегодня народ Божий, собравшийся на этом месте. Аллилуйя Богу! Что Он смотрит и наблюдает, как внимательно я слушаю. Что Он смотрит и наблюдает, как я принимаю или отвергаю сказанное слово. И если я верю, что Он всезнающий и всевидящий, то я делаю это абсолютно по-другому. Я на простом примере приведу. Когда наши дети находятся в присутствии родителей. Я говорю за хорошую, воспитанную семью, где дети послушные, родители на своем месте, имея под собой или над собой главу Христа. И когда находятся там мама и папа, как наши дети себя ведут, когда там мама и папа находятся? Дети, ответьте вы, пожалуйста. Как вы ведете в присутствии мамы и папы? Правильно кто-то подсказывает, да. Мы ведем себя, как хорошие дети, не правда ли? Но даже хорошие дети, даже хорошие дети, если я не прав, скажите, что не прав. Когда мама с папой выходят из дома, они всегда делают то, что мама с папой говорят или нет? Вы знаете, я вырос в деревне. Принимайте меня как очень простого человека. Вот, и в одной из деревень папа, уходя из дома, сказал своим детям вещь, которую он никогда не говорил. Ему в голову даже эта мысль не приходила, но почему-то один раз, уходя из дома, дома осталось четверо детей. И он сказал, говорит, ни в коем случае, детки, не садитесь на корову. И пошел. То ли в магазин за хлебом, то ли еще почему-то. И я думаю, вы все догадались, когда он вернулся с магазина, где сидели все дети. Вы представляете себе? Братья и сестры, когда я нахожусь в Божьем присутствии, я сейчас говорю не только о собрании, я говорю, когда я на работе, я говорю, когда я дома, я говорю о том, когда я разговариваю со своим соседом, который залез на мою территорию, я говорю, когда я говорю с молодым человеком, который поцарапал мою машину, я говорю о том состоянии, когда наши дети сделали, все залезли на корову. Как мы тогда реагируем? Так неужели Бог перестал за нами наблюдать? Неужели Бог нас больше не видит, друзья мои? А Бог говорит, я знаю и вижу, как мы ведем себя в Божьем присутствии на собрании, то да благословит Господь, чтобы такими благочестивыми, чтобы такими чистыми, святыми и праведными мы были в повседневной нашей жизни, братья и сестры. Каждый час, каждый миг нашей жизни. Потому что Он говорит, я, Господь, проникаю в сердце и испытываю. Первая книга Парлипоминон, 28, 9. Бог сказал Соломону, вы помните этого мужа, и Он, когда имел встречу с этим человеком, сказал, ибо Господь испытывает все сердца, братья и сестры, все. Кто-то, может быть, думает, ну, братья, я сижу на последней скамейке всегда, прихожу ровно так по секундам на собрание, чтобы не обвинили меня, что я опоздал. И ухожу тоже по секундам, что не сказали, что я раньше ушел. И меня это слово не касается. Братья и сестры, это касается каждого человека, потому что Бог сказал, я, Господь, испытываю сердца всех, а потом говорит, и Господь знает все движения мыслей. Если мы думаем, что мы можем спрятать что-то. А потом, говорит Бог, если будешь искать его, найдешь его. Если оставишь его, он оставит тебя. И поэтому муж Божий, тот же самый Соломон, уже пройдя путь, он в притче сказал такие слова, 17 глава, 13 стих. Он сказал так, плавильня для серебра и горнила для золота, а сердце испытывает. Господь. Братья и сестры, люди иногда пробуют, иногда берут на себя эту власть. Невозможно. То, что в человеке, знает только человек, и то даже меньше, чем это знает Бог о человеке. Вы согласны с этим? Я не знаю себя так, как меня знает Бог, братья и сестры. Я иногда думаю, что знаю. Мы иногда думаем, что мы знаем себя. Но нас совершенно знает Бог. Слава Ему за это. Он знает наши сильные стороны, знает наши слабые стороны. Он проверяет. И особенно, братья и сестры, если кто-то считает себя праведником, то я хочу сказать, что вы, если вы считаете брат и сестра себя праведником, то с вами Бог будет иметь особое дело. Потому что праведника по-особому испытывает кто? Десятый Псалом. Пятый стих. Господь испытывает праведника. Братья и сестры, не только нечестивого. Бог с нечестивым имеет дело. Но я хочу сказать то, что Бог с нами имеет дело и испытывает нас, то слава Богу за это. Бог дал право нам кое-что испытывать. И большее, самое большее, Бог сказал, это 11 глава первого послания к Коринфянам, и мы читаем это всегда на хлебопреломлении, что мы должны испытывать кого? А потом еще дальше говорит, говорит, не только испытывайте, но говорит себя и исследуйте. Разве, говорит, вы не то, что должны быть? Или должно быть? Братья и сестры, вот себя испытывать, Бог дал мне право. А брата только в одном единственном случае. Ну, я нашел. Может быть, братья, вы лучше знаете Писание. Вот я нашел только братьев, избранных на служение, до рукоположения. Говорит, и таких испытывайте. То есть это нормально. То есть, ну, братья и сестры, я не говорю, чтобы, знаете, делать что-то нехорошее этому брату и проверять, вот сорвется он или не сорвется. Но в служении испытывайте, в служении Богу проверяйте. Если у него любовь, если у него правильное отношение к Церкви Божией, вот в чем испытывать. А больше нам Бог не дал никакого права других испытывать. Братья и сестры, я сейчас не касаюсь служителей и не касаюсь силы и власти Церкви в целом. Есть там некоторые моменты, о которых можно было бы остановиться. Друзья мои, но то, что нас испытывает Бог, за это слава Богу. Знаете почему? Потому что Библия говорит, что когда Он нас испытывает, то Он вырабатывает в нас нечто. У Бога есть цель, почему Он это делает. Он это делает для того, чтобы мы не были осужденными с миром для нашего блага, для моего блага и для моего благословения. И за это я хочу сказать слава Богу. Потому что делая это, Он готовит меня к вечности. Он вырабатывает во мне характер Христа. Он вырисовывает во мне облик Христа. Конечно, как я это воспринимаю, это совсем другой разговор. И братья и сестры, Бог испытывает, кто-то может сказать, ну а вообще-то как Бог это делает? Я отвечу словами из Писания. Он это делает, это относится к другому, но я это выражение все равно сюда хочу как бы отнести. Он испытывает нас многократно и многообразно. Начиная, братья и сестры, от свободы и заканчивая гонениями. Вот так происходит испытание человека. И братья и сестры, я хочу сказать, что все те, кто в служении, все те, кто... Я говорю о истинном служении. Я не говорю о том, что называющие себя пророком или пророчицей, или называющие себя. Я говорю о подлинном истинном служении, о том человеке, который исполняет волю и Слово Божие. И тот человек, который подлинно находится в служении, то я хочу сказать, что Библия показывает, что те люди, которые в этом служении находятся, Бог всегда с ними работает по-особому, как с праведником, братья и сестры. Как с праведником? Бог его проверяет. И я могу привести множество примеров, и может быть скользь. Посмотрите на Авраама. Прежде чем Бог назвал его своим другом, он прошел испытание, не под силу никому из нас. Он прошел испытание, через которое никто из нас не проходил. И Бог сказал Авраам, сделай это. И когда закончился этот тернистый путь, который был не один день, где шел разговор о его единственном наследнике, то Бог сказал Авраам, ты вышел из этого горнила, чище золота. Я вижу, что ты боишься меня. Слава Богу. Посмотрите на других мужей, их множество. Но есть люди, которые попали в служение, которые попали на высоту, не пройдя через это. Несколько примеров. Один из них это Соломон. Этот человек встал на царство, он был избран Богом. Он был поставлен Богом, но его путь на трон был очень простым. Его путь на трон самого Соломона был легким. Это была просьба его матери. Это была воля изъявления Бога. И он стал царем. Друзья мои, дважды имел встречу с Богом. Дважды беседовал с Богом. Этот человек имел мудрость, никто до него и после него столько не имеет. Но заметьте, что с ним произошло. Он не был испытан в горниле испытаний. Он не прошел через печь. И когда он пришел к старости, что с ним произошло? Мудрейший из мудрейших, но не испытанный. Это же произошло с царем Саулом. Это же произошло с Самсоном. У них не было горнила испытаний, друзья мои. И Бог проверял на них свою силу. Или Бог давал им свою силу, и они ее употребляли для того, чтобы ворота с газы занести на гору. Это не план Божий. Это не цель Божья. Бог поставил его на зареем в Израиле для того, чтобы оберегать народ Божий от врагов Израиля. И Бог только для этого дал силу, братья, сестры, ту силу, которую вы получили. Бог дал для того, чтобы охранять свой народ и для того, чтобы употребить все дары Духа Святого для дела и созидания Церкви. Слава Богу! Употребляйте. Только на это мудрость, силу, слово, знание, способность петь, способность славить Бога, молитвенники, труженики, только для того, чтобы прославлять имя Бога. Но если вас Бог поставил, Бог будет вас проводить. Бог будет ставить вас в горнило испытаний. Плоти это не нравится, братья и сестры. Я сегодня подошел к одному из ваших братьев и спросил братья, как вы относитесь к этому моменту, где апостол Иаков пишет и говорит, «С великой радостью принимайте». «С великой радостью принимайте». Что мы принимаем с великой радостью, братья и сестры? Ну, честно. Не лукаве. Так. Вот. Это так, близко к истине, правда? Вот. А если особенно хорошо, то мы уже сильно радуемся. И мы ехали на собрание и своей семьей рассуждали. И я говорю, смотрите, что Писание говорит. Коснулось оно моего сердца. И Бог проговорил ко мне и говорит, «С великой радостью принимай». И я начал перечислять, что в моей жизни я принял с великой радостью. Я сразу перечислил это в уме, потом перечислил при моих детях и жене. Но там не нашлось ни одного искушения и не нашлось ни одного испытания. Ни одного из них я не принял с великой радостью. Братья и сестры, может быть, вы намного лучше меня. Я допускаю это, это нормально. Но сколько из нас с великой радостью впадают, когда художник и архитектор испытания, в которые я попал, Бог. Он, говорит, создает нам эти условия. Мы иногда думаем и молимся, Господи, поменяй всех, служителя поменяй, проповедников поменяй, церковь поменяй, город весь поменяй. А Бог, говорит, я тебе в эти поставил условия только по одной простой причине. По одной простой. Братья и сестры, я хочу, чтобы вы меня услышали. Обратите внимание не для того, чтобы поменять служителя, не для того, чтобы поменять церковь, не для того, чтобы поменять мужа и жену, а по простой одной причине, чтобы поменять меня самого. И только меня. Бог может через эти обстоятельства повлиять и на других. Бог может через эти обстоятельства повлиять на мужа, жену, служителя церкви, проповедника. Но у Бога не эта цель, введя меня в определенные обстоятельства. И чаще всего, когда я проанализировал себя, то я встречаю трудности без радости. Братья и сестры, что неправильного мне? Что неправильно в нас, когда мы волю Божью для меня в моей жизни принимаем без великой радости? Возможно, я не в должном состоянии и должен просто себя проверить. Я оставляю этот вопрос открытым, братья и сестры. Рассуждайте. Уходя с этого места, Бог говорит, что я испытывающий сердца и внутренности. И хочу, когда я допускаю испытания в твою жизнь, то чтобы ты мой план в твоей жизни принимал как? Братья и сестры, вы согласны с Божьим Словом? Согласны. Слава Богу. А мы поступаем так, как Божье Слово учит от нас? Я нашел в себе, и я каюсь, братья и сестры, и перед Богом, и перед Божьим народом, и говорю, что я нашел себя не таковым. Я не нашел себя, принимающий трудности, допускающие Богом в моей жизни, радующимся. Как Павел говорит, к стыду моему скажу, на это у меня недоставало силы. К стыду моему, говорю, братья и сестры, и хочу, чтобы ваше положение и состояние было лучше. Чтобы если Бог проверяет, что если Бог допускает, чтобы мы правильно относились к Божьему голосу, и к Божьей воле, и плану Божьему в нашей жизни. И когда, будучи испытаны, мы говорим, 1 глава 16 стих Иакова, говорит, то будучи испытаны, это приносит плод праведности, друзья мои. Это приближает нас к Богу, это приближает нас к образу Христа, и поэтому пусть Бог нам сегодня поможет. Друзья мои, давайте проверим себя, давайте проверим свою жизнь. Когда мы предстанем пред Богом, что мы хотим услышать? То, что услышал Иосиф, услышал Авраам, услышал Даниил, услышали многие другие праведники, которые прошли через горнило испытаний, или мы хотим добрый раб, или мы хотим быть похожи на Самсона? Кто скажет, что это невеликий муж? Кто скажет, что на нем не было Божьей силы? Кто скажет, что он не был избран Богом? Но кто хочет закончить жизнь, как закончил Самсон? Кто? Я не хочу. Кто хочет закончить жизнь, как закончил избранник Божий, помазанник Божий, ставленник Божий, Саул? Кем он поставлен? Кем он избран? Но кто хочет закончить свою жизнь подобным образом, братья и сестры? Я верю, и мне хочется верить, что никто из слушающих это Слово, никто не хочет уподобиться в конце жизни этому человеку. Мудрейший из мудревших. Великий Божий помазанник Соломон. Кто хочет уподобиться ему в кончине своих дней? Никто. Но я хочу быть, как апостолы Христовы, которые, говорит апостол Павел, но ради Христа я все в этой жизни почел счетою, чтобы приобрести его. Это самая большая драгоценность для меня сегодня. Это самая большая высота и величина, которой я стремлюсь, говорит, забывая заднее, простираясь вперед, слава Богу. И, говорит, бегу не просто так, как на неверное, не просто так, чтобы просто бить воздух, но смиряю и порабощаю плоть, чтобы, говорит, проповедуя другим, самому не оказаться недостойным, слава Богу. Вот это пример, вот это образец, все апостолы Христа, сам Христос. И, говорит, страданиями навык к чему? Братья и сестры, ради кого? Ради нас, ради меня, ради вас, недостойных. Друзья мои, но он унизил себя, принял образ раба, чтобы мы с вами приобрели образ небесного сына, слава Богу. Стремитесь к этому. Давайте будем к этому идти. И давайте мы помолимся, друзья мои. Он, испытывающий сердца и внутренности. Может быть, никто не знает. Может быть, это спрятали. И что-то тайное давно живет где-то в нашем сердце. Мы боимся даже Богу об этом сказать, не говоря о том, что людям. То сегодня Господь говорит, я уже проверил. И я знаю, что там. Я знаю, что ты спрятал. Я знаю, что ты не спрятал. Я знаю, как ты мне служишь. И я знаю, когда ты мне не служишь. Я знаю, как ты любишь. И я знаю, когда ты не любишь. Я знаю, когда ты исполняешь. И когда ты от меня убегаешь, Бог говорит, я знаю. Давайте откроем перед ним, друзья, наши сердца. Давайте им скажем, Господи, время взыскать Тебя. И мы пришли на это место, чтобы иметь встречу с Тобою, чтобы прикоснуться к Тебе, к Твоим рукам, к Твоим ногам, чтобы войти в Твое присутствие, в присутствие Духа Божия, братья и сестры. Да поможет нам Бог. Он есть проверяющие сердца. А если, друзья мои, у меня там мир, а если у меня там свобода, то Он говорит, я здесь для того, чтобы Тебя благословить, слава Ему. Он здесь для того, чтобы Тебя ободрить и поддержать. Друзья мои, у кого нету трудностей, у кого нету нужд, у кого нету детей, за которых мы сегодня молимся, у кого нету родственников, которых мы несем на руках молитвы. И Бог говорит, я по верному обетованию сегодня среди моего народа. Аллилуйя! И я слышу молитву народа моего. Я не закрываю ухо мое, потому что я люблю мой народ. Аллилуйя Богу! Встанем на ноги, принесем наши молитвы при нашим Богом. Аминь. Субтитры подогнал «Симон»!